Очередное заседание нашего семинара. У нас новый докладчик, Дмитрий Александрович Лизов. Очень приятно, что это докладчик, который до того, как здесь оказаться как докладчик, как я понял, когда-то бывал здесь, как с ним. Бывал. Это особенно так. Не было, бывал. Сегодня поговорим об электронных приборах. Причем я когда был школьником, вообще проходили разные приборы. И вот в том числе были такие приборы, как транзистор. Я думал, что это какая-то такая неважная вещь, которая почти нигде не применяется. Ну, может быть, в радиоприемниках она что-то усиливает. А у вас оказывается, что благодаря этим самым приборам в большой степени произошла информационно-технологическая революция, связанная с любением компьютеров, процессоров, мобильников и всего прочего. И мы на этом семинаре поймем, какие же физические законы лежат в основе этих самых транзисторов, которые являются основой процесса. Потом мы поймем, как связаны размеры этих самых транзисторов с быстродействием процесса. И вкратце немного поговорим о новых материалах для этих самых транзисторов. И о некоторых новых подходах к решению проблем более быстрых и более надежных вычислений. Вы, кстати, какого возраста здесь участники, находящиеся? Какой курс? Я второй. Второй? Вы третий. Вы, наверное, застали время, когда в конце 90-х, в начале 2000-х покупаешь компьютерную игру и думаешь, пойдет она или не пойдет. Вот если очень современная, то у тебя компьютер старый и может не потянуть ее. Так все быстро менялось. И действительно, вот с 96-го года по 2009-го системные требования к играм в серии Need for Speed выросли во много раз. То есть от 66 МГц процессор требовался, а в 2009-м 3000 плюс, то есть 3000 МГц. И я сделал такое исследование небольшое, я отложил эти точки через требуемая частота процессора отвода на график. Получилась вот такая кривулина. Да, для как раз игр серии Need for Speed. Она самая протяженная, она и сейчас, эта серия продолжается. Ну, вроде бы ничего прозумительного. А потом отложил их в логарифическом масштабе. И увидел, что они замечательно уложатся напрямую. За исключением последних трех кучек, которые случились после 2006-го, прямая получается очень хорошая. И описывается вот таким уравнением с известными параметрами А и В. И можно даже, переписав ее в таком степеном виде, сделать вывод о том, что системные требования удваивались каждые два года. Два в степени год пополам. Вот главная экспонента. И это очень интересно и необычно. Системные требования не углали, скажем, что работают. Это, на самом деле, не только мое наблюдение. Более серьезные люди, такие как Гордон Мур, американский технолог и экономист, делают такие наблюдения на протяжении всего 20-го века. Здесь по вертикальной оси отложено количество операций, которые выполняет электронная вычислительная машина за секунду на 1000 баксов стоимости. И, ну, по горизонтали год. И тоже там, в целом, это прямая, ну, немного излухнутая, но тоже рост экспоненциальный. А что он брал интересным в 90-м году? Вот написано внизу электромеханические вычислительные машины. Потом релейные вакуумы... То есть, что-то типа вот этих вот древних кассовых аппаратов? Да, да. Просто число операций в секунду. Потом вакуумные приборы, транзисторные схемы и нейтральные схемы. Вот внизу последствия, что они, считай, и нарисованы даже сверху, как это выглядело. Это первое наше наблюдение об экспоненциальном росте быстродействия вычислительных схем. А второе наше наблюдение состоит в том, что первые вычислительные машины были огромными. Компьютер МЯК для расчетов военно-морских сил США, созданный в 46-м году, он занимал несколько этажей, даже две владельные электростанции для питания. А сейчас процессов системы ГЛОНАСС меньше, чем спичная колодка. Ну, на самом деле, вот, чтобы понять, как менялся размер устройства, надо сначала понять, что брать за его размер. Размер там монитора, размер, который занимает весь компьютер. На самом деле, наиболее правильным критерием размера является размер того элемента, на основе которого производится счет. Сначала это были вакуумные лампы, первые две картинки. То есть устроительство вывода-вывода не выключается, да? Да, ну, можно плавиатуру сделать миниатюрную, можно сделать ее большую. Это не будет оптимоправильным критерием. Главное, на основе чего считаются нули и единицы. Нули и единицы первого прибора сводились с помощью вакуумных ламп, приводов, а потом с помощью транзисторов биполярных, а потом транзисторы стали меньше, меньше и меньше. И вот размер этого функционального устройства, который и выполняет операции, по-английски он называется feature size, он, оказывается, тоже спадает по экспоненте со временем. И зависимость такая, что в 90-х, 2000-х годах он уменьшался на 30% каждые два года. И сейчас, когда я у вас, минимальный размер фичи, которая выполняет расчеты, составляет, вот эти часы, она была 32 нанометра, сейчас уже 22. И, сопоставляя эти два наблюдения, можно вот что сказать. Пострадействие процессора пройдет со временем по экспоненте, и размер минимального элемента микроскемы впадает до экспонента. А это означает, что, наверное, маленькие элементы процессора означают высокое быстрадействие. И чтобы понять, почему это так, вот это мы просто пронаблюдали пока, и теперь мы хотим понять, почему же такая корреляция есть между размерами мастер-дейсами. Нам придется оптимуться в физику того, что же выполняет еще внутри процессора. Если его системный блок разобрать, вносить материнскую плату, вносить процессор, потом сделать срез и посмотреть под микроскопом, причем не под оптическим, оптическим ничего не увидишь, это отверт сделано по просвечивающим электронным микроскопом, то можно увидеть такие структуры. Вот это и есть полевой транзистор, который как раз наполняет в процессоре счет. И упрощенно его, я эту презентацию даже иногда школьникам средних лет рассказываю, и я, когда говорю, как работает транзистор, говорю, что это труба, которую можно перекрывать краном. То есть это прибор, у которого есть три контакта, исток, сток и затвор. Исток, сток это два конца трубы, а затвор это кран, который может перекрывать эту трубу. Только ясное дело, что течет там не вода, а электрический ток. С физикой потом более подробно разберемся. Оказывается, вот эта аналогия с водой, она очень полезная. Можно представить себе сток и сток как два края латины с некоторым уровнем воды, а затвор, вот этот вот шлюз, который может ездить сверху вниз. И дно, допустим, подвижное. Вот закрытое состояние транзистора. Шлюз находится высоко, вода не течет. Вот это вот мы подали напряжение на сток, опустили чуть-чуть нижний дизайн-вуар, но шлюз все равно не дает воде протекать. А потом затвор опустили, и вода теперь может течь. То есть транзистор при определенном напряжении на затворе может ввести в открытое состояние. Теперь, собственно, он делается на самом деле на основе полупроводников, а не на основе воды. И чтобы понять, как это работает, я объясню настоящую схему полевого транзистора, как она выглядит сейчас. Он состоит из контактов металлических. Исток, сток. Отдельно от них изолирован затвор. Затвор отделен слоем диэлектрика от канала транзистора. А сам транзистор выполнен на основе полупроводника, допустим, кремния, П-типа. Как они соединяются? Значит, сток, затвор и исток – это металлические контакты? Все три контакта – они металлические. Исток, сток – они подсоединяются к кремнию, к полупроводнику. Затвор отделен слоем диэлектрика от кремния. То есть на статический ток затвор не пойдет. Причем под стоком и стоком делают карманы N-легирования, то есть электронное легирование. А сама подложка, допустим, П-типа. Это один из таких транзисторов. И вот если мы просто пытаемся подать напряжение между стоком и истоком, и такой прибор включен в цель, то лампочка, которая включена в эту цель, не загорится. И это видно из схемы слева, потому что такая конструкция представляет собой два встречно включенных ПН-перехода. Хотя бы один из них да не пропустит то. То есть можно сказать, что ПН-переход есть здесь и здесь. И какой-нибудь из них да включен в обратном направлении. Поэтому если на затвор никакого напряжения не подавать, то такая конструкция только пропускать не будет. А вот если на затвор подать положительное напряжение, то электроны из глубины полупроводника подтянутся к диэлектрику. Несмотря на то, что кремний П-типа, в нем хоть чуть-чуть, но есть электроны. И если подать достаточно большое напряжение на затвор, то они прилипнут к диэлектрику и образуют проводящий канал. То есть произойдет инверсия типа проводимости. А соответственно ПН-переходы, которые были здесь между НПН, они формально сотрутся и эта область станет проводящей. Таким образом, можно сказать, что полевой транзистор это нечто одновременно похожее и на кусок провода, помещенное в конденсатор. И напряжение на вкладке конденсатора, напряжение на затворе, оно может менять проводимость. А это изменение проводимости электронов поверхностного слоя? Или это происходит в толщину? Ну, как сказать, по порядку величины, если оценивать толщину этого проводящего слоя, там получится дебаевская длина полупроводника. То есть я решал уравнение классона, оценивал, ну на самом деле они распределены в некотором объеме. Для кремния это сколько? Для кремния единиц микронов. То есть, ну, не знаю, тонкий или толстый для наноразмеров. То есть где-то в микронном слое происходит вот как раз инверсия типа проводимости. И на самом деле они распределены в объемном, но в некоторых формулах, вот я там чуть-чуть формулу попишу, будут пользоваться удобно гумерными величинами. То есть гумерной плотностью заряда, как бы плотность заряда, проэклированная по глубине. Но реально там процесс имеет какое-то распределение по толщине. То есть, скажем, у электрона вертикального импульса нету, который он присутствует. Он не заквантован. Нет, он не заквантован. Там, ну, есть на самом деле, в 80-е годы начались, ну, там, фонд Литцинг сделал такие эксперименты, когда подавал огромное напряжение, принесли температуру, там образовалась треугольная потенциальная яма, там было заквантовано. Но это он подавал десятки вольт, а типичные транзисторы в процессорах работают на 1 вольт-полвольт. То есть это еще рано до фонтования. И можно создать другой тип прибора, который будет открываться при отрицательном напряжении на запое. Нужно поменять все эти сопроводимости. То есть карманы сделать P-типа, а кремний взять N-типы. Тогда он будет открываться при отрицательном напряжении. P-это дырочная проводимость, N-это электронная. И, оказывается, на основе таких двух приборов уже можно построить всю двоичную арифметику в процессе. Это сделано новым инвестором? Есть униполярная, но она требует гораздо большего количества транзисторов. То есть биполярная или комоп-электроника, она самая экономная с точки зрения количества требуемых приборов. Кстати, дырочный тип проводимости, вот тот прибор, который я на предыдущем рисунке привел, его так просто на аналогии с водой не поймешь, как он работает. То есть электроны, они, ясное дело, текут по там, куда, где потенциал будет положительный, потенциальная энергия будет меньше, а дырки текут в обратную сторону. Когда я объясняю это школьникам, я придумал такую картинку, что вместо воды воздушные шарики находятся с обратной стороны оборудования шлюзов. И тогда, если стоп приподнять, то воздушные шарики как бы не пипят. Если еще затвор, то ряд шлюзов, то может начаться вот такое вот порядочное их движение. То есть для электронного и для дырочного типа проводимости можно придумать аналогию, как вода и пузыри в воде. Я, кстати, сам этим очень часто пользуюсь в своих расчетах, потому что теоретически очень сложно разобраться с тем, что такое уровень фирмы, энергия фирмы, и дно зоны проводимости. Я всегда вот эти три термина путаю, а когда вспоминаю про воду, все становится на свои места. Как теперь реализовать на этом логику двоичную? То есть я сейчас говорю, вот этот прибор, который я нарисовал, состоящий из двух транзисторов, это инвертор. Это основа всей двоичной логики. Если подать на качестве форного сигнала положительный потенциал относительно некой земли, то на выходе мы получим отрицательный. Там слева вот куда он подается? На затвор? Да, здесь он подается на затворы транзисторов, как я немного неудачно нарисовал, вот как реальное дело происходит. То есть входной сигнал подается на затворы двух транзисторов с разным типом проводимости. Один с дырочной проводимостью, у которого P-карманы, и образовывается P-канал при подаче отрицательного напряжения, а другой с электронным типом проводимости. Так вот, смотрите, если подаем положительный потенциал на затворы, то верхний транзистор, он разорван по-прежнему, потому что мы дырки, наоборот, оттолкнули от проводящей области, а нижний транзистор, он с электронной проводимостью. Мы на затвор подали плюс, притянули электроны, сомкнули здесь канат, и он превратился фактически в кусок провода. Теперь мы края этих транзисторов, верхний, подключаем к положительной шине питания, нижний к отрицательной. И тогда получается, что на выходе, выход схемы, эффективно притянут к отрицательной шине питания, когда мы подаем на вход положительный сигнал. То есть был плюс, стал минус. А если подать минус, то, наоборот, верхний транзистор станет хорошо проводящим, а нижний станет плохо проводящим. И выход схемы эффективно будет притянуть к положительной шине питания. То есть так вот легко делается инвертор. А можете для себя упражняться, и опять же из четырех транзисторов, путем последовательного и параллельного соединения, можно сделать элемент, который делает логическое И и логическое И. То есть вся двоичная электроника с помощью вот этих двух приборов и двух шин питания у нас в кармане. Теперь интересно на самом деле понять, насколько быстро эти штуки могут работать. То есть хочется, чтобы процессоры выполняли все эти двоичные операции за очень короткое время. И самая простая аналогия здесь, она заключается вот с чем? Опять с водой. Вы, наверное, кто-нибудь поливал в летнее время огород из длинного шланга? Было такое? На даче. Представляете? Когда закрываешь кран, вода перестает течь не сразу. Ну, потому что шланг длинный, и некоторое время нужно, чтобы она протекла и вытекла из него полностью. То же самое с транзистором. Ускорение. Несколько важно, что он длинный, сколько важно, что он уходит. Ну, если он будет металлический, то тоже, я думаю, он не сразу, не сразу вся вода из него вытечет. Так и, наконец, если он просто изначально был пустой, пустая металлическая труба, и мы откроем кран, то вода не сразу от места открытия крана до конца протечет. И максимальная частота перекрещения транзистора из этой аналогии это обратное время, это величина обратная ко времени, которая требуется для того, чтобы вода или электронный поток смог протечь от стока до истока транзистора. То есть, допустим, мы... В шланге гидравлический удар распространяется довольно быстро. Так нет. Вопрос в том, какую правильную скорость. Сейчас мы выведем правильную скорость, а пока вы просто поверьте мне, что максимальная частота перекрещения она на отношении скорости потока электрона к длине проводящего канала. Ну, или длине шлака. Если брать тот же шланг, то, видимо, умеется не брать без скорости потока, а в некоторых случаях умеется не брать скорость звука в воде. Но если мы откроем, то, как бы... А в каких-то случаях скорость распространения полного расширения, когда вот этот человек растет... Вот в чем тут дело. Тут, как бы, если бы изначально в канале были носители, то в качестве частоты формули частоты переключения нужно было брать скорость распространения сигнала по транзистору. Если бы они там были изначально, их нужно было только сказать им, эй, вы двигайтесь. Но здесь, когда транзистор изначально закрыт, в нем нет носителей. И поэтому нужно их притянуть откуда-то. И в этом плане здесь, в этих формулах должна стоять именно скорость дрейфового движения носителя. Ну, тогда скорее поперечный коэффициент диффузии. Тогда это скорость, которая не вдоль транзистора, а поперек. Когда они садятся на поверхность, образуют канал. И расстояние, которое они должны пройти поперек транзистора, чтобы образовать. Ну, тут, на самом деле, с аналогиями долго слоить можно. Сейчас я для формалистов покажу формальный вывод, откуда это взялось. Вообще, легко, довольно, из уравнений, которые даже известны из общей физики, можно получить вольтамперные характеристики этих транзисторов и рассчитать даже максимальную корректно оценить это время. Надо нарисовать эквивалентную схему транзистора и оценить емкости. Вот мы сейчас это и сделаем. Ближайшие два слайда. Весь транзисторный эффект, как мы уже обсудили, эффект изменения проводимости связан с тем, что мы напряжение на затворе подаем и меняем концентрацию носителя в канале. Затвор по отношению к каналу можно рассматривать как плоский конденсатор. Поэтому поверхностная плотность заряда, сигма, равна произведению удельной емкости затвора по отношению к каналу, то есть емкость вот этого конденсатора, который образован между каналом и затвором, на разность потенциалов между затвором, который я называю потенциал V-gate, и локальным потенциалом данной точки канала F. Второе уравнение, которое мы используем, это выражение законового, что ток равен поверхностной плотности носителей заряда, умноженный на подвижность носителей, и умножить на градиент электрического потенциала. То есть это известное выражение, что... Это тоже в какую сторону? Сейчас. J равно E M P Дриховая. Причем это выражение для плотности тока. Здесь, в этой схеме M P здесь проводки и вот пусть X направлены там. То есть это выражение для плотности тока, которая течет вот сюда. При подаче положительного напряжения на стоп. А C это емкость конденсатора, которая разломана затвором и проводящим каналом. Точнее... Здесь, наверное, все-таки не ток, а поток электронов. Потому что принято, что ток ничего так плюс. да, поток электронов. Но не вытойте мне дознать, пожалуйста. Знак получится хороший. Так вот, вместо поверх... Здесь ток измеряется в амперах на метр. То есть это ток на единицу ширины канала. А σ это поверхностная концентрация, которая измеряется в клонах на квадратный метр. Точнее, поверхностная плотность заряда. Подставляем σ из уравнения, которое дает нам электростатическую связь между напряжением в затворе и локальным потенциалом то уравнение. И еще пользуемся тем, что ток во всех сечениях сохраняется. То есть это выражение мы можем разнести в переменную и проинтегрировать его от этой точки до этой точки. Здесь у нас электрический потенциал условно можно считать равен нулю. Если у нас на истоке нулевой потенциал ази, потенциал равен напряжению стока в дрейн, которое приложено между истоком и истоком. А расстояние вот этого от стока до истока мы обозначим как L. Вот это вот уравнение легко интегрируется и у нас получается следующая красивая вольтампета, что зависимость толка от напряжения на стоке и затворе дается вот такой красивой формулы. Если реально построить эту величину, то можно увидеть, что в ответственности нуля она растет линейно, потом выходит на параболу, а потом происходит что-то странное. То есть, реально, если бы мы построили нашу параболу из предыдущего слайда до конца, то она бы дошла до максимума, а потом опрокинулась. но реально это делать неправильно, потому что в тот момент, когда разность когда она доходит до максимума, в канале по нашей предыдущей, по нашей первой формуле получается нулевая плотность заряда. То есть, приближение о том, что ток переносится одними электронами, оно становится неоправленным. Нужно включать просмотрение еще и дырки, а дырки там появятся при уже других напряжениях на заплоре. И реально в этой ситуации, когда в какой-то точке плотность заряда отходит близко к нулю, поступает такой режим транзистора, как насыщение. То есть, дальнейшее увеличение напряжения на стоке не приводит к просто току. И вот реально на эксперименте наблюдается такие характеристики. То есть, наши формулы, они описывают хорошо вот эту кривую вплоть до вот этой точки, где она выходит на пол. Дальше мы ее описать не можем, нужны более сложные формулы. Ну, они, конечно же, есть, но я их просто не привожу здесь. Так вот, если знать нашу характеристику, можно оценить как раз быстродействие нашего элемента. Быстродействие я предлагаю оценить на примере такой схемы, в которой транзистор используется не для логики, а для усиления слабых сигналов. Это проще всего. То есть, идея вот такого усилителя состоит вот еще. На затвор выдается слабое переменное напряжение. Это напряжение на затворе модулирует сопротивление канала транзистора, модулирует проводимость участка цепи от плюса до земли и, соответственно, модулирует ток. А усиленный сигнал пропорциональный току транзистора по множеству на вот это сопротивление снимается с резистора. И коэффициент усиления транзистора по току это отношение усиленного тока к току, который переменный, текает в него через затвор. И вот если взять наше выражение из прошлого слайда, выражение для джей и посчитать как поменяется это выражение при небольшом изменении напряжения на гейте, то мы можем получить как раз вот эту величину усиленного тока. Причем на практике реально транзисторы чаще всего работают в режиме насыщения, когда в гейт или дрейн это одно и то же. Так вот, если взять эту формулу при равных напряжениях на стоке на затворе, потом взять от нее дифференциал и сравнить эту величину с током через конденсатор. А ток через конденсатор это произведение его проводимости и Омега-С умноженное на напряжение между пластинами. Причем здесь еще нужно умножить на длину конденсатора, потому что С это удельная емкость, а ток в смещении он течет со сетями канала. И вот если взять отношение этих величин, то можно получить замечательное, ну, несколько замечательных выражений. Коэффициент усиления потока, он, во-первых, обратно к парпорациональной частоте. Ну, это ясно, что чем больше частота, тем больше поразительного тока вытекает в затвор. Тем затвор становится, тем вот этот ненесатар становится прозрачным. А сверху у него стоит величина ню-е. Ню-е это напряженность тянущего поля. То есть, это напряжение на стоки, деленное на длину канала. А ню-е это не что иное, это произведение подвижности на напряженность поля. Не что иное, как скорость трейфа-носителей как раз вот в этом направлении. Ну и после небольших игр можно увидеть, что вот этот коэффициент поселения равен единице на частоту и на t-time-of-flight время пролета. То есть, этот коэффициент при малых частотах он очень доступен, а потом обращается в единицу. И причем он обращается в единицу на частоте, равной обратному времени пролета. Причем во время пролета нужно подставлять именно скорость трейфа. И из этого кстати выражение понятно, почему вот уже из этого выражения понятно, почему нужно миниатеризировать все транзисторы для достижения более хорошего быстродействия. Мы видим, что при заданном напряжении на стоке его быстродействие будет его максимальная частота будет обратно пропорционально L квадрату. То есть, будет обратно пропорционально его длине. Поэтому маленькие транзисторы являются более быстродействующими, чем большими. И старые транзисторы, соответственно, которые имеют большой размер, имеют очень малую частоту переключения. А сейчас на опять же фотографии с последующего микроскопа процессор в транзисторе AMD имеет длину порядка 50 нанометров. А последние транзисторы Intel имеют длину 22 нанометра. И, соответственно, можно предсказать, какое гигантское ускорение в частоте быстродействия произошло благодаря такому изменению длины. На самом деле, помимо того увеличения быстродействия, о котором я раньше рассказывал, произошел еще очень качественный переворот в работе этих приборов. Те приборы, которые были большими, они были диффузионно-дрейфовыми. То есть, можно сказать, что в них электрический ток тек, как вода и частицы сильно сталкивались. Мы, кстати, в школьной физике не оценивали случайно, с какой скоростью течет ток в провода, допустим, от пальчиковой батарейки в лампочке. Сколько там? Километры в секунду, метры в секунду? Скорость миллиметров в секунду. Да, миллиметров в секунду. То есть, скорость дрейфа, упорядоченного дрейфа-носителя, она очень маленькая. Однако, такое описание гидродинамическое, оно верно только если частица на своем пути от стока до истока успела много раз столкнуться и ее направление скорости хаотизировалось. А вот в коротких транзисторах может сложиться такая ситуация, что частица пролетает от стока до истока, ни разу не успев столкнуться. Причем с той скоростью, которой она обладала как бы в резервуаре. То есть, здесь ситуация похожа на то, как будто мы взяли два разных сосуда с газом, с разным давлением, продырявили небольшую дырочку и просто совсем небольшую такую, что реализуется такой кнутсиновский режим течения. И частицы просто перетекают из области с большим давлением с область с меньшим давлением. То есть, здесь, конечно, не давление, а разность потенциала заставляет это делать. А тут возникает совсем глупый вопрос. Зачем туда электроны притягивать, если они и так пролетают? Здесь работают... Здесь, на самом деле... Здесь, на самом деле, есть два описания работы приборов, и они не очень гармонично переходят друг в друга. Сейчас я об этом расскажу насчет ваш вопрос относится к баллистическому режиму пролета. Зачем это притягивать? Здесь их движение легче интерпретировать так, как будто мяч или камушек взбираются на дно. То есть, если подать, вот, допустим, листок, как резервуар с водой на листок, или с газом, вот, сток. Теперь, что делает затвор? Затвор у нас управляет потенциальной энергией. Если на затвор попадать напряжение отрицательное, то оно сформирует горд для электронов, через который они не могут пролететь. А если на затворе напряжение уменьшать, то этот горд будет становиться меньше. То есть, здесь, в описании баллистического транспорта, вообще, редко говорят о том, что какая-то концентрация, она сетей в канале установлена. Ставим, говорят о том, какая высота потенциального барьера для частиц, летящих, из истоков стоп. Соответственно, меняя напряжение на затворе, мы здесь меняем высоту потенциального барьера для частиц, летящих, из истоков стоп. И модуляция тока происходит за счет модуляции высоты барьера. Конечно, там есть предельный переход от одной модели на другое, но его на пальцах трудно объяснить. Просто два разных описания придумывают. И в этом случае, кстати, скорость дрейфа, скорость валюта носителей будет уже другая. Она будет примерно равна тепловой скорости носителей неупорядоченного движения в контакт. То есть, ее можно осеньить как корень из 3кт на м, где т, км, для температуры, а м, это масса электрона. И в зависимости предельной частоты для этих транзисторов от длины будут разные. В диффузионно-дрейфовом режиме, когда скорость была пропорциональной напряженности поля, при изъемном напряжении на стоке частота была обратно пропорциональной L-квадрата. И тогда у нас было заметное увеличение быстродействия при уменьшении длины. А когда частицы стали как бы пролетать с довольно большой скоростью, которая слабо зависит от напряженности поля, то зависимость стала примерно как единица на ль. То есть медленнее стало увеличиваться быстродействие с сокращением длины канала. Раньше, когда приборы были большими, их очень действительно следовало уменьшать. А когда они стали такие, что их длина канала стала меньше длины свободного пробега, то их тоже стоит уменьшать, но они, конечно, не с такой хорошей эффективности. И если, кстати, продлить эти зависимости, о которых я говорил в своем начале в будущее, то получится, что где-то в 2035 году микросин будет на теме Атума. Но это, конечно, не произойдет, и там будут совсем другие законы управлять этим движением. Но давайте сейчас оставшуюся часть лекции подумаем о том, что же у нас останавливает миниатюризацию приборов и почему быстродействие их не продолжает расти. То есть, я опять возвращаюсь к стоилу губеркунцев первому слайду, где системные требования сначала росли, а потом выходили на полку. То есть, мы сейчас находимся на полке, когда частота процессоров не растет с годами. То есть, почему-то такая простая миниатюризация приборов зашла в тупик. Интересно понять, почему же. И вот люди, которые занимаются такими фундаментальными науками, так сказать, особенно физики-теоретики, любят приводить следующие поэтические причины тупиков миниатюризации. Например, ну не могут транзисторы строиться на отдельных адхах. Это сложно, там все будет по-другому. Вторая причина, что будет обязательно туннелирование. Исток в исток транзисторы не смогут закрыться напряжением на затворе. И там бывает вообще такая, это обычно говорят люди, ничего не знают до физики, они говорят, кто знает, что там сделают эти квантовые эффекты, все будет сложно и непонятно. и я сейчас покритикую некоторые из этих аргументов. На самом деле транзисторы на отдельных неатмах, а молекулах уже строятся, то есть в качестве проводящего канала используются даже отдельные, но чаще всего органические молекулы. Но это скорее люди просто строят не для быстродействующей электроники, а просто чтобы показать такое искусство владения технологией. А насчет квантовых эффектов это анализировалось во современных работах, в том числе и нашей исследовательской группы. разрабатывали такую модель, в которой для расчета тока транзистора решается самосогласованное уравнение шеи метроликуласов. Мы рассчитывали допустим коэффициент прохождения электрона потенциального рельефа, который создан затвором, в зависимости от энергии квантово-механической. И конечно же на нем наблюдаются некоторые осцилляции, связанные с интерференцией волн, отраженных от контактов. Но это коэффициент прохождения отдельного электрона от энергии. А чтобы посчитать ток транзистора, нам нужно проинтегрировать по всем возможным энергиям налетающих электронов. И после интегрирования по энергиям в зависимости тока от напряжения на затворе получаются вполне гладкими, хорошими и такими же, как у обычных транзисторов. То есть микроскопически квантовые законы они совсем другие, нежели чем классические, но после усреднения по энергиям все становится на свои места. Нет, это разумно, но, наверное, причина-то не в этом. Нет, причина именно интегрирования и слоя, энергия. Я говорю, причина того, что вышли на некоторые пределы, но не в этом. Так что... Что гладкая зависимость получилась понятна. я как бы только это и хотел сказать. Просто изначально, где-то в начале 2000-х годов некоторые теоретики пугались того, что будут квантовые эффекты, в том числе интерференционные. И думали, что из-за этого характеристики транзисторов будут страшными и невоспроизводимыми. А как бы мы взяли, промоделировали, увидели, что они будут хорошими. Но за исключением того, что они будут довольно чувствительными к тому, что отдельные примеси попадут в канал, ну или к тому, что стенки будут неровными. Например, вот если одну положительно заряженную примес в канал поместить, то рядом со стоком или рядом со стоком, то получится что характеристики несколько сдвинуться. разброс где-то на 10% по логических схемах для устойчивой работы это еще допустимо. Здесь моделировался транзистор с длиной канала 10 тонн метров. То есть такое прогнозное исследование, что ожидает дальше. характеристики будут в целом нормальными. Ну и для оценок можно написать длину волны Дебройля для электронов кремний, у которых в одном из направлений масса 0,98 масса электронов получается где-то 7 нанометров. То есть реально сейчас размеры транзисторов по крайней мере в направлении от стока к стоку гораздо больше, чем длина волны Дебройля. И соответственно квантовые эффекты не так серьезно изменяют от их характеристики. Конечно другое дело будет при низких температурах и для полупроводников с малой эффективной массой, но для самого технологичного кремния пока эти квантовые эффекты не наступают. А прозаическая причина того, что миниезеризация откроется в конце состоит в том, что все расплавится, грубо говоря. очень высоко тепловыделение от современных интегральных схем. И причина внутри. Во-первых, с миниатюризацией транзисторов миниатюризируется и межсоединение между ними, то есть металлические дорожки, они становятся тонкими, у них больше сопротивления, они как бы сильнее нагреваются. Во-вторых, это естественно, раз транзисторы становились быстрее, то они выделяют больше мощности, то есть больше энергии виднется времени, то есть растет употребляемая мощность. И, наконец, есть еще такой паразитный эффект, что напряжение стука уменьшает высоту барьера для электронов. Соответственно, нужно больше напряжения заткнуть, чтобы этот транзистор закрыл. Такие простые оценки, что с уменьшением толщины нерсоединений они становятся более, увеличиваются в сопротивлении. Это понятно, кстати, этому две причины. Во-первых, потому что сопротивление равно ρL выделить на площадь поперечного сечения, площадь поперечного сечения падает, сопротивление увеличивается. Вторая причина в том, что на самом деле саму ρ начинает зависеть от толщины пленки. Когда пленочка из проводника становится тонкой, то длина свободного пробега ограничивается толщиной пленки и с уменьшением толщин пленки длина свободного пробега падает и даже удельное сопротивление становится хуже. А что касается самих транзисторов, то, чтобы понять, сколько энергии они выделяют, можно взять простую форму. Они выделяют энергию, связанную с перезарядкой вот этого конденсатора затвор по отношению к канаду это cv квадрат пополам и чтобы получить мощность нужно умножить и частоту переключения. И еще транзистор тратит некоторую пассивную мощность, потому что даже когда он выключит, через него свой доток печет, ток выключенного состояния. Это вторая часть этого выражения для мощности. И вот отсюда видно, большая частота переключения, большая выделяемая мощность. А второе это если у нас большое рабочее напряжение у транзисторов, он тоже будет много мощности выделять. И для малых длин происходит такой паразитный эффект, когда барьер для электронов уменьшается за счет того, что напряжение на сток. То есть сток стягивает на себя часть потенциальной горки. Чтобы транзистор хорошо закрыть, необходимо прикладывать большее напряжение на затвор. Соответственно большее напряжение больше энергии переключения больше рассеиваемой мощности. То есть реально сейчас распространение схем ограничено возможностями теплоотвода. от них. Можно ли энергию перезаректа конденсатора не видеть и куда как-то по-другому работать? На самом деле есть такая вещь как адиапатическая логика. Это интересная штука. У нас недавно человек защищал донтерскую по этой теме. Суть вот в чем. Если взять простую цепь, резистор, конденсатор источник питания и просто замкнуть ключ, то cv квадрат пополам выделится в виде тепла, cv квадрат пополам запасется в виде энергии конденсатора. Это просто интегрирование дает. То есть работа источника в половину тратится на завязок конденсатора и на рассеивание тепла. А можно сделать так, что мы источник ЭДС будем включать постепенно. Если мы будем его включать медленно, то на проводах практически ничего не выделится. И вся работа источника пойдет в конденсатор. И таким образом конечно можно уменьшить тепловыделение, если адиабатически медленно заряжать транзисторы и медленно их разряжать. Но с другой стороны а зачем нам медленные транзисторы, которые мы будем адиабатически заряжать и разряжать. То есть энерговыделение уменьшить можно, но за счет плавной зарядки и разрядки, которые собственно людям не очень интересны. Так в ответ на ваш вопрос. Но эти схемы, которые с адиабатической зарядкой и разрядкой, они используются, в частности, военными, для жучков, допустим. Не нужно высокое быстродействие, нужно, чтобы поставил жучок, и он служил несколько лет без зарядки. Вот там транзисторы работают медленно, но при этом обладают низким энергопотреблением. Там это важно. Такое отдельное приложение. И соответственно, вот эти эффекты, они объясняют то, наши зависимости, быстродействие, более времени, постепенно сейчас вышли на насыщение. И есть несколько путей выхода из этой ситуации. То есть, ученые инженеры сейчас думают в нескольких направлениях о том, как можно увеличить быстродействие этих приборов. Во-первых, ищут новые материалы, которые можно переключать меньшими напряжениями, которые будут тратить меньше энергии на переключение, но и при этом будут обладать хорошей подвижностью электронов, чтобы носители прилетали быстро под источник источник. Ну и некоторые ищут вообще новые принципы обработки информации. Например, помимо кремния, который является сейчас основным материалом микроэлектроники, большой интерес вызывают материалы типа А3П5, то есть материалы из вещества сваленных из третьей группы из пятой группы. В области галии, арсенид, линьки, стульма. У них подвижность косителя заряга, которая на этой картинке, она гораздо выше, чем кремния. У кремния подвижность электронов порядка тысячи сантиметров квадратных на боль в секунду. А вот у галии арсенида при комнатной температуре в 10 раз больше. У галии арсенида еще больше и так далее. И красным здесь отмечены подвижность электронов, а синим отмечены подвижность дыркам. Дырки по всех веществах почему-то оказываются менее подвижными, чем электроны. И вот если делать транзисторы на основе таких материалов, то у них токи открытого состояния и частоты переключения будут больше, чем у транзисторов на кремнии. Вот здесь кремниевые транзисторы и их зависимость тока от длины канала. И вот здесь транзисторы на основе соединения от EW5. Они показывают лучшие характеристики, но люди их почти не делают, потому что технологически с ними почти не умеют работать. Из всех материалов электроники люди выбрали именно кремний, потому что на нем легко создать слой оксида, который отделяет проводящий канал от затвора. Просто можно его поджечь, и он окислится на кремне и образуется СО2, который плохо проводящий. Это легко позволяет делать диэлект и отделяющий затвор от канала. А с другими веществами такие штуки не проходят. На них оксид плохо растет и причины отказа от хороших материалов чисто прозаические и технологические, что люди с ними не умеют работать. Также есть еще один хороший кандидат для высокого государственного транзистора с умерным электронным газом. То есть транзистор, в котором электроны подают потенциальную янку в гетероструктуре между алюминием и галиарсенитом и галиарсенитом. И галиарсенит здесь нелегирован, а алюминий и галиарсенит является легирован полупроводником. И здесь этот транзистор хорош потому, что электроны находятся в нелегированном канале, а если они находятся в нелегированном полупроводнике, то они при своем движении не сталкиваются с примесями, слабо рассеиваются и соответственно обладают высокой подвижностью. Такие транзисторы реально применяются в довольно дорогих радиочастотных схемах, но опять же по технологическим причинам, что люди не очень хорошо умеют приваривать контакты к таким транзисторам, вот реально в процессорах они еще не применяются в массовом производстве. Вот такие вот транзисторы называются транзисторами с высокой подвижностью решетов. Что значит дорогие радиочастотные схемы? Ну, например, для радаров, когда требуется со спутника поймать высокочастотный сигнал сигналы усилительные радиочастотные радиочастотные усиление сигналов на частоте десятки гигагерц или это аналого-цифровые преобразования? здесь они не знаю по каким причинам, но ниша у них это аналоговая электроника для усиления высокочастотных сигналов даже сотни гигагерц и даже как утверждают некоторые авторы научных работ сейчас терагерц приближаются их частоты усиления но в процессорах стоимость одного транзистора она очень мала где-то 5 лет назад она была уже меньше стоимости печатного знака в книге и реально чтобы транзистору пробиться в процессорной технологии нужно, чтобы его можно было сделать очень легко дешево и сердито вот такая грузаическая причина и второй материал о котором я уже много наслышан это графер когда его открыли и вручили за него нобелевскую премию нашим выпускникам то в том числе эти самые наши выпускники утверждали что он совершит революцию в процессорной технике почему они так считали потому что опять же у этого материала очень хорошая подвижность электронов подвижность носителей порядка 100 тысяч квадратных сантиметров на поле секунду при комнатной температуре это в 100 раз лучше чем у кремния в 10 раз лучше чем у арсенита ганни и когда так примерно было выглядеть первые транзисторы которые сделали новоселов регейм в начале 2000-х и померили электрофимические свойства а через где-то лет 5 уже сделали высокочастотные технологичные транзисторы на 100 гигахена которые усиливали вплоть до частот 350 гигагерц но у этих транзисторов тоже есть недостаток который их явно не пустил в цифровую электронику и в приборы для обработки нолей и нис он состоит в том что эти транзисторы нельзя закрыть и вообще это удивительный материал нельзя подать такое напряжение на затворе чтобы между стоком и стоком образовывался непроницаемый потенциальный варьер чтобы ток при наличии напряжения между стоком и стоком обращался практически в ноль сейчас я объясню на двух языках на языке диффузионного дрифа и на языке баллистического графен он отличается от обычных материалов тем что электроны в нем обладают странным законом дисперсия вот обычные частицы камни электроны и электроны любые пассивные тела имеют зависимость энергии от импульса не равно как квадрата 2 то есть это парабол а в графене это зависимость линей то есть энергия равна импульс умноженому на некую постоянную скорость которая называется скоростью фермы кстати эта скорость в 300 раз меньше чем скорость 1000 километров в секунду и вот для практических предложений кстати интересно что эта скорость где-то в раз в 15 больше чем тепловая скорость носителей заряда в том же крем соответственно можно ожидать что выигрыш быстродействий таких транзисторов будет где-то в 15 раз в сравнении с крем это хорошо для аналоговых схем но это нехорошо вот с такой точки зрения что для фена такой закон дискарсии вот некоторые люди называют его бесчеревым полупроводником некоторые называют его полуметаллом потому что на самом деле помимо верхней зависимости вера на ферме есть еще нижняя верхняя зависимость вера и вот верхняя вера соответствует рек пола нижняя вера соответствует дырка в графине нет запрещенной зоны между листом и верхней то есть вот при обычных условиях нижние дырочные состояния то есть нижняя зона заполнена верхняя зона пустая уровень фермы проходит строго между ними запрещенной зоны нет и получается что если подавать напряжение на затвор такого транзистора то мы либо будем притягивать в нем электроны делать больше электроны либо мы будем создавать в нем дырочную проводимость при другом типе полярности то есть какое бы мы напряжение на затвор не потали мы его либо обогатим электронами либо обогатим дырками но с точки зрения электропроводности одно и то же какое бы напряжение на затвор мы не потали мы улучшим электропроводность графен то есть мы не сделаем его плохо проводящим материал самая плохая проводимость будет если мы напряжение на затвор какое не будем подавать и уровень фермы будет проходить между состоянием электроном и состоянием менты Then чуть-чуть носителей все равно будет потому что есть полеечная температура и часть электронов благодаря тепловым процессам они находятся в разрешенной зоне. То есть транзисторы на основе графена просто закрыть нельзя, потому что как раз он является полукровневником бесчеревым. И получается, что сейчас новые идеи материалов есть. Они обычно показывают хорошую подвижность носителей, но всегда наступает какая-то преграда для того, чтобы применить их в микроэлектронике. И реально в микроэлектронике основным материалом до сих пор остается крем. За счет чего сейчас процессоры становятся лучше? За счет того, что они делаются многоядерными. И просто вычисления на них распараллельиваются. То есть каждый отдельный транзистор уже не становится быстрее. А выигрыш в быстрорезнистке всей процессорной схемы достигаются за счет параллельной работы нескольких ягод. На самом деле идеи параллельности, они тоже давно выгоражат. Мы ученые. И, например, есть идеи так называемых нейроморфных вычислений. То есть идея заставит работать процессор, как человеческий мозг, в котором есть несколько, очень много связанных нейронов. Я об этом как бы не специалистом. Я просто так рассказываю о направлении, одном из современных направлений, в котором, в частности, на нашем факультете занимаются. По сравнению с человеческим мозгом, компьютер умеет очень быстро считать, но он необычаемо плохо решает неформальные задачи, типа распознавания образа. А вот человеческий мозг, он, конечно, считает, медленно и часто ошибается, зато он умеет учиться на ошибках и решает хорошо неформальные задачи. И долго думали, как же можно создать такую вещь в железе, которая будет обладать позитивными качествами, свойственными человеческому мозгу. То есть, чтобы она была получаемой и плохо решала неформальные задачи. И такие вещи придумали. Они, кстати, яркое такое сравнение из зарубежной статьи, что для того, чтобы промоделировать работу кошачьего мозга на суперкомпьютере, понадобился суперкомпьютер BlueGNP со 147 тысячами центральных процессоров и 144 терабайтами памяти. И при этом они утверждают, что 83 раза медленнее обрабатывали сигналы на таком компьютере, чем в реальном мозгу кошки. То есть, даже 2-3 кружка, она некоторые задачи решает быстрее, чем современные формальные компьютеры. И, соответственно, ученые подумали. А по каким критериям оценивают статистику? Не знаю, честно скажу. Можно найти статью, вы сможете прочитать и понять, по каким критериям. И подумали, что надо, наверное, на что-то реализовать в железе. Что же на нейрон, который есть у нас в воздухе? Даже в середине 20 века придумали ему математическую модель. Нейрон, по сути, это сумма тортиком парад, который складывает входящие на него нервные импульсы, потом сравнивает с некоторым порогом, стоит ли пропускать этот сигнал дальше или не стоит, и раздает на следующие нейроны. На самом деле, такую речку, сумма тортиком парада, у которого коэффициенты при членах суммы можно менять, ее реализовали давно. И эта речь называется нейронная сеть. Нейронные сети, причем, реализуются программно. То есть, это сделали на обычном языке программирования, сделали такую штуку. Она действительно лежит в основе программ, например, распознавания образов. Есть программы от Эбби, которые распознают тексты. В их основе там могут лежать нейронные сети, которые обучились ставить в соответствие, допустим, букве рукопейственного шрифта, какой-то формальный символ. Но компьютерные сети не реализуют всех возможностей человеческого мозга. Потому что нейронная сеть на компьютере будет все равно проходить при выполнении задач через центральный процессор, который действие выполняет последовательно. А в мозгу все действия выполняются параллельно. Поэтому хочется создать что-то в железе, что выполняло бы действие как нейроны, и при этом параллельно. И такую штуку даже создавали с помощью операционных усилителей. Оказывается, можно создать модель нейронов. С помощью операционных усилителей сверху я нарисовал много лет суммата, который на выходе дает взвешенную сумму сигнала У1-Уэнте, и компаратор, который сравнивает входное напряжение с опором, а Рогова, и выдает либо его, либо ноль в зависимости от величины сигнала. То есть по примитивному можно создать такой искусственный мозг своими руками, просто проводком соединив вот эти два элемента, получится искусственный нейрон в железе. Но этот нейрон... Ну, вообще-то, вряд ли. Почему? Ну, потому что вот эти вот устройства, они сделаны для обработки сигнала. То есть вот на входе у вас должна быть уже решена задача о том, каким образом сигнал выделен из шубы. Ну, а шубы мы еще не говорим. Нейроны решают такую задачу самостоятельно, в соответствии с некоторым алгоритмом. Пока вы эту задачу в вашу систему не зашиваете, модулирование нейронов не имеет отношения. Тут на самом деле проблема начинается еще раньше. Я хотел о них сказать, что... Раньше я куда. На самом деле эта вещь будет плоха тем, что она, в отличие от... То есть она на самом деле решает... Такие вещи могут решать некоторые задачи распознавания образа. То есть, допустим, есть много... Реально мы, допустим, занимались такими задачами. Есть несколько сенсоров на, допустим, управляющих веществах газа. Каждая из которых откликается на все, но по-разному. И необходимо, как-то, зная все отклики сенсоров, узнать, какое вещество и в каком количестве в атмосферу было введено. И очень трудно узнать коэффициенты отклика. Они к тому же меняются. Но, оказывается, если взять такую нейронную сеть и обучить ее на тестовых примерах, чтобы она давала правильный ответ при некоторых тестовых входах, то есть довольно большая вероятность, что она потом будет давать верный ответ. То есть, любую нейронную сеть сначала надо обучить на правильных сигналах из внешнего мира, чтобы она давала правильный ответ, а потом она уже, конечно, будет мыслить самостоятельно. Ну да, то есть, задать множество возможных сигналов. Конечно, вот эта возможность решает эту проблему. То есть, любую нейронную сеть, ясное дело, надо обучать. Ну и человек сначала чему-то научился как-то выделять эти сигналы из окружающего мира. Да это не обучение, это просто оптимизация работы канала света. Но в процессе обучения реально происходит на машинном языке подстройка весовых коэффициентов, которые подходят на каждый нейрон, и подстройка порога сравнения. То есть, мы входы с мастера меняем и порог компаратов. И таким образом учим каждый нейрон на тестовых примерах. Но вот такая схема в железе, она плохая тем, что она не обучаема. Легко ее нельзя обучить. Ее можно обучать только, если эти резисторы будут подстроечными, и человек будет с отверткой перекрутить. Это очень неудобно. И вот самая ключевая проблема в создании таких схем мозгоподобных является в том, что нужно создать элемент, который мог бы менять свою проводимость в зависимости от его предыстории. То есть, в зависимости от того, как мы научили некий элемент, он меняет свои свойства. И такой элемент, он был создан, он называется мемристором. То есть, он как бы является аналогом синапса в нейроне. Синапс – это вот в одной канал. И что? Неизвестно, насколько он является аналогом синапсис. Ну, по крайней мере, для реализации тех сетей, то есть, тех математических моделей нейронных сетей, которые уже зарекомендовались для два распознавания образа программы, это является полным аналогом. Давайте скажем, что есть настоящие нейроны, а есть вот нейроны, которые вот это из информации. Ну, скажите, злодатая модель, которая показала свой плодотворный на некоторых задачах, но имея для меня отношение к настоянию к нейронам, это отдельная задача, которая не работает. Это, кстати, очень хорошее замечание, что есть математическая модель нейронной сети, о которой я рассказал, которую я зарекомендовал уже, в которой от мозга что-то взято, а что-то, ну, как, может, неоптимальное или не реализуемое, его нельзя. Нет, но эта задача решается со времен Шедмана. И взято тут от мозга или от электромеханических рулей, это больший вопрос. А что, Андрей, от электромеханических? Обучаемость хочется сделать. Обучаемость на традиционном... Обучение сводится к оптимизации отношения сигнал-чурного. Да? Правильное решение, кошелечное решение. Ну, понятно. Но вопрос, как это я... Я не спорю с задачей. Я говорю о том, как ее сейчас решают. При описанном множестве... Конечно. Ну, это все равно, что вы сказали. Мы хотим Симмиру сделать хорошо. И эта задача со времен начала человечества. Реально? Собственно. Вот. Реально этот прибор, который и является парадотипом симмокса, МРИЗ, он может менять свое сопротивление в зависимости от того, сколько тока через него прошло. И его можно изучать, давая через золотоковый индекс. Реально он может представлять в себе разные вещи, но проще всего представить его как проводящий канал, который может либо смыкаться между двумя реакционами, либо размыкаться. И если подать такой сигнал импульсного напряжения, то можно сделать, чтобы этот канал замкнулся, либо чтобы он замкнулся. И можно сделать так, чтобы это был элемент памяти, чтобы он резко менял свою проводимость в зависимости от выдаваемого напряжения. Можно делать так, чтобы это был прибор, который плавно меняет свое сопротивление в зависимости от подаваемых напряжений. Он может менять свое сопротивление в зависимости от подаваемых напряжений. Ну и, в качестве вывода, хотел сказать, что мы узнали на сегодняшнем семинаре о том, как внутри устроен процессор, что является основным элементом, который работает. Помните, что чем меньше транзистор в процессоре, тем он быстрее, и тем быстрее процессор. Уменьшение транзисторов приходит конец, и ученые ищут попытки выхода из этой ситуации. Основные попытки связаны с поиском новых материалов и новых концепций для обработки сигналов. Вот как говорится. Всего искус средств мысли. Ну, сейчас где-то это решено. Готов ответить на вопрос. Потому что, наверное, один из важных факторов, который ограничивает рост быстродействия, это снижение средств, отпущенных на исследование. Потому что задач для таких вычислительных систем нет. На самом деле, это вот еще такая вещь, которую я упустил. Мы в самом начале поняли, что быстродействие растет по экспоненте, а размер спадает по экспоненте. А почему именно по экспоненте? То есть мы вывели корреляцию между величинами, но не поняли, почему зависимость от времени такая. Это на самом деле физика не объясняет, это объясняет только экономика. То есть чем больше вливаний денег было в процессорную промышленность, тем лучше были компьютеры, тем лучше они продавались. И компании, тем больше средств получали на дополнительные исследования. Сейчас они поняли, возможно, что более разумно будет делать параллельные процессоры с несколькими ядрами, где будут выполняться параллельные вычисления. И тогда отдельный транзистор делать меньше и более высокочастотным не стоит. Можно другим способом зарабатывать деньги. Конечно, есть приложения, которые требуют реально высокочастотной электроники еще быстрее, чем у теперешних процессоров. Но они более узкие. То есть потребители отходят. По поводу объяснения закона Мура встречались такие проблемы, что закон Мура отчасти объясняется тем, что он используется компаниями при планировании разработок. Ну, сейчас, я думаю, они уже делают оговорки. Нет, но закон Мура встречается достаточно часто. Каждый раз, когда происходило какое-то революционное открытие от социальной гигиены до улучшения техники растения и водства, наблюдался где-то экспоненциальный рост численности людей в соответствующей местности. Потом он выходил на насыщение. В общем, закон Мура, он присутствует и здесь, но интервал его применения ограничен. Ну, практически весь 20-й век это хорошо. То есть с точки зрения проанализированной зависимости, начиная от электромеханических реле до современных процессоров, там охват приличный получился. Тут вопрос такой, что после того, как закон Мура был об народу, насколько он влиял на свое собственное поддержание? Ну да, люди, наверное, хотели его найти и там, где его реально нет. Не то, что хотели найти, они писали в соответствии с ним плат. Да, да и найти тоже хотели. Находили такой способ обработки данных, чтобы закон был выполнялся. Ладно, по физике есть вопросы. Давайте сразу по благословим их услышим.